МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика». С главными событиями понедельника вас познакомят наши корреспонденты и я, Галина Титарчук. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проехать на красный, покинуть белый. На совещании у главы Чувашии обсудили ситуацию на дорогах республики. Тайное голосование. А депутаты Чебоксарского городского собрания избрали главу города. Точно в цель в Чебоксарах прошли первые игры Кубка России по баскетболу среди мужчин. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В январе-августе этого года в Чувашии зарегистрировано 1014 дорожно-транспортных происшествий. Это на 16,7% ниже, чем в прошлом году. В авариях виноваты и водители, и пешеходы, которые не соблюдают ПДД. К этому можно прибавить местами отсутствующую разметку и плохую освещенность на некоторых участках дороги. Все в целом приводит к трагедии. О проблемах безопасности дорожного движения говорили сегодня на еженедельном совещании главы Чувашии и правительства республики. По статистике, лидирующие позиции занимают столкновение автомобилей, а следом за ними наезды на пешеходов. За последние 8 месяцев количество ДТП по сравнению с прошлым годом несколько снизилось. Однако работы в этом направлении еще много. Мер, которые принимает правительство республики, явно недостаточно. Основным фактором, оказывающим влияние на состояние аварийности, является пренебрежение, а иногда и преднамеренное игнорирование участниками правил дорожного движения. Практически 9 из 10 ДТП совершено из-за нарушения правил водителями транспортных средств. Особую роль уделяют сейчас техническому обеспечению дорожных участков. Проведены работы по ликвидации дефектов проезжей части асфальтобетонного покрытия более чем на 207 тысяч квадратных метров. Выполнены мероприятия по установке дорожных знаков, дополнительных информационных щитов, сигнальных столбиков. Произведена замена и выправка отдельных секций металлического барьерного ограждения. На аварийно-опасных участках выполнено устройство тросового ограждения с установкой световозвращающих элементов. Но если ДТП уже случилось, на первый план выходят работы медиков. Среднее время прибытия кареты скорой медицинской помощи чуть более 10 минут. Тем не менее, около 80% пострадавших не дожидаются приезда скорой. Участники аварии получают травмы, несовместимые с жизнью. С начала этого года на дорогах республики погибли около 160 человек. И хотя это несколько ниже уровня прошлого года, профильное ведомство приняло принципиальное решение. В этом году мы пересмотрели несколько систем оказания помощи от ДТП. И в основном госпитализация осуществляется в травмоцентрах первого и второго уровня, которые оснащены оборудованием, укомплектованы кадрами. И в результате нам удалось снизить смертность в стационарах до 6,5%. Глава Чувашии Михаил Игнатьев взял этот вопрос под особый контроль и отметил, что всем ведомствам нужно эффективнее работать в этом направлении. Татьяна Леонтьева, Надежда Яковлева, Сергей Рябчиков. Республика. На еженедельном совещании главы Чувашии и правительства республики обсудили ход уборочных работ, которые вышли на финишную прямую. Большая часть урожая уже собрана. Насколько ударно потрудились с аграрией в этом году, узнаем далее. План по уборке картофеля выполнен практически на все 100%. Уже собрано около 200 тысяч тонн. В этом году второго хлеба уродилось больше, чем в предыдущем. Тогда собрали около 145 тысяч тонн. Продолжается и заготовка кормов. Их тоже собрано больше, чем в прошлом году. Намолочено около 570 тысяч тонн зерновых и зернобобовых. Под урожай следующего года практически полностью посеяны озимые культуры. Как отметили в Министерстве сельского хозяйства, показатель урожайности зерновых в этом году ниже. Однако за счет того, что увеличили площадь посевных, результат не ухудшился. В целом урожай собрано больше по сравнению с прошлым годом. В столице Чувашии в четвертый раз прошел фестиваль молока. На празднике была представлена молочная продукция ведущих предприятий отрасли. Гости фестиваля смогли продегустировать молоко и то, что из него делается. Поучаствовать в различных конкурсах, узнать много интересного о возможностях использования молока в изготовлении кондитерских изделий и косметологии. Подробности в нашем репортаже. Молоко всегда ассоциируется со здоровьем, теплом и уютом домашнего очага. Попробовать вкусный и полезный напиток, а также ответить творог, кефир, ряженку и другие кисломолочные продукты можно было на фестивале молока. Он проводится в республике в четвертый раз и стал популярным среди жителей столицы. Сегодня в республике 17 предприятий занимаются глубокой переработкой молока. С начала года они произвели 73 тысячи тонн цельномолочной продукции, полторы тысячи тонн сливочного масла, сыров и творога. По данным Министерства сельского хозяйства республики, потребности населения Чувашии в молоке за счет собственного производства обеспечены на 132%. Михаил Игнатьев интересовался не только ассортиментом продукции, но и взаимодействием переработчиков с производителями молока. А перерасчет делаете, да? Максимально сколько получается для производителя? Где-то 16,50, где-то около 17, по-разному, смотря какое качество. Ну вот качество, да? Да. Для детей как раз. Козловская. Для взрослых. Это что говорите? Мы сейчас заняли первое место. А что это с ним было? Это рядом. Пять перерабатывающих предприятий Чувашии выставили свою продукцию на фестивале молока. Здесь можно было отведать все, что они производят. Что любите? Кефир? Маком. Вот девушки сейчас. А мне кефир. А? Пожалуйста. А мне кефир. Макмеды подавайте, пожалуйста. Нашим ветеранам. Кефир и молока. Кефир. Слева. Пробуем. Да, конечно, конечно. Кефир. Конечно. Кефир. Я на вас. Спасибо. Спасибо. За поддержку. Теперь мне дешевый день. Одни производители предлагали попробовать молочные и кисломолочные новинки на вкус. Другие демонстрировали, как можно использовать молоко в кондитерских изделиях, а также в косметических целях. Выставка вызвала большой интерес у жителей республики. Лучшие сотрудники молочной отрасли были награждены грамотами и ценными призами. Торт за наших производителей. Есть операторы машинного ДН, которые подчисто надаивают 10 тысяч литров молока, 9 тысяч 500, 9 тысяч. Об этом мы 10 лет назад только мечтали. А сегодня по результатам труда они добиваются таких побед. Понятно, есть вопросы. Надо еще работать больше для того, чтобы таких операторов машинного ДН было больше. Это наша задача. Задача земледельцев, задача сельхозтоваропроизводителей. И мы с этими задачами справимся. Также в рамках фестиваля были подведены итоги конкурса детских творческих работ. Мама нашла в интернете конкурс и предложила мне участвовать. Я люблю молоко и любой молочный продукт. Такие фестивали помогут увеличить число тех, кто с удовольствием будет пить молоко и кисломолочные продукты, считает глава Чуваши. А значит, станет более здоровым. В числе участников фестиваля молока был и председатель правления Национального союза производителей молока Андрей Даниленко. До открытия молочного форума с ним встретился глава Чуваши Михаил Игнатьев. Поздравляю с заслуженным избранием. 26 сентября глава Чуваши Михаил Игнатьев встретился с председателем правления Национального союза производителей молока Андреем Даниленко. На встрече обсуждались вопросы развития молочной отрасли республики и страны в целом. Андрей Даниленко отметил, что производство молока – важный аспект как для развития агропромышленного комплекса региона, так и для здоровья нации. Всемирная организация здравоохранения назвала молоко важным продуктом для людей любого возраста. Михаил Игнатьев, в свою очередь, рассказал гостю, что в Чувашии горячим питанием в школах и детсадах охвачены почти 100% детей. В меню обязательно присутствуют молочные продукты. Я будущее вижу, что здоровье человека замесит все равно от кисломолочной продукции, от молочной продукции. За последние три года отмечено снижение общей заболеваемости среди маленьких жителей Чувашии, а количество здоровых выросло почти во два раза. Министр сельского хозяйства выступил с инициативой о том, чтобы существенно добавить на поддержку молочного животноводства. Я надеюсь, что эта инициатива будет поддержана. Республике очень повезло, что глава сам аграрий во всех смыслах этого слова. И Михаил Васильевич Глубаков разбирается в сельхоз теме и в молочной теме, поэтому это и отражается и на результатах. Во-первых, регион сам по себе традиционно молочный и потребитель молочной продукции. Но если мы берем динамику именно сельхозпредприятий, а оценивать надо результаты по динамике сельхозпредприятий, то в республике рост производства молока, а именно в сельхозпредприятий, где это важнее всего. И, конечно же, это положительный результат на фоне того, что происходит в стране. Завтра состоится первая сессия Госсовета Республики после летних каникул. В повестке дня 29 вопросов. Председатель Юрий Попов считает, что заседание может продлиться не один день. Вопросы, которые вызовут бурное обсуждение, сегодня озвучили на брифинге, посвященном началу парламентского сезона. Первым вопросом в повестке 32-й сессии станет назначение председателя Кабинета министров. После внесения главой Чувашии кандидатуры Ивана Моторина она обсуждалась на заседании Президиума Госсовета. Из 10 членов Президиума 8 поддержали, 2 воздержались. Потому что, как вы знаете, Президиумы у нас члены других фракций, руководителей. Поэтому они говорили, что будут встречаться непосредственно с кандидатом. Он человек такой, вы все хорошо знаете, спокойный, взвешенный, в политику он никогда не вмешивается, занимается все время только экономикой. Поэтому на сессии посмотрим, нет, наверное, сомнений, поддержат его кандидатуру. Корректировки будут внесены в закон о республиканском бюджете на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов. Доходы Чувашии, это более 36 миллиардов, выросли по сравнению с первоначально утвержденным значением на 10,2%. Расходы составили более 40 миллиардов рублей, также с ростом на 10,5%. В итоге дефицит бюджета уменьшился на 154 миллиона рублей. Куда мы еще направляем деньги? Мы по-прежнему вкладываем в спорт. Это 191 миллион рублей. С начала года 410. Мы наконец-то вкладываем 30 миллионов на строительство хирургического корпуса в онкологическом диспансере. Вопросы, проблемы, которые зрели много лет. Откладывали, тянули. Получили согласие на то, что федеральный центр нам добавит тоже чуть-чуть. И надеемся, что этот процесс будет двигаться. Вопрос очень острый. Мы закладываем 10 миллионов рублей на строительство средней образовательной школы с перестроением помещений для дошкольных групп в борьбу с судьбой в Комсомольском районе. В республике увеличатся налоговые сборы на имущество физических лиц. Принятие закона обусловлено тем, что имущество, которое граждане приобретали для собственных нужд с 2013 года, ничем не облагалось. Обязательная инвентаризация была отменена, а кадастровые расчеты проведены не были. Теперь налоги будут рассчитываться, исходя из кадастровой стоимости объектов. Если брать за базу обычно на комнатную квартиру, площадью это 43 метра, живет один человек, там есть вычеты налоговые, 20 метров с каждого жилья, с каждого, независимо от того, сколько объектов у человека, то с 23 метров идет за расчет. Если по старой схеме брать, это получалось 620 рублей, по новой схеме 853. Также на рассмотрение депутатов будет предложен новый законопроект о промышленной политике в Чувашской республике, который призван регулировать взаимоотношения властных структур и представителей экономической сферы. В социальной сфере законодатели обсудят увеличение прожиточного минимума для пенсионеров. Подробности о сессии госсовета смотрите в завтрашнем выпуске новостей. Анастасия Алексеева, Сергей Рябчиков, Республика. А сегодня впервые после выборов встретились депутаты 6-го созыва Чебоксарского городского собрания. В повестке дня избрание главы города, его заместителя. Определены составы постоянных комиссий собрания. 6-й созыв Чебоксарского городского собрания депутатов сформирован по новой схеме. Из 43 народных избранников 22 выбирались по партийным спискам, 21 по одномандатным округам. После подведения итогов выборов 13 сентября большинство в городском парламенте получили представители партии «Единая Россия» 36 мандатов. Три получили представители КПРФ, три «Справедливая Россия» и один «ЛДПР». Сегодня все они получили значки и удостоверение депутатов Чебоксарского городского собрания. На заседании также были сформированы депутатские фракции. Их три – фракции «Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия». Одним из основных стал вопрос об избрании председателя собрания депутатов главы города. Были предложены две кандидатуры. Леонида Черкесова от «Единой России» и Алексей Шурчанова от КПРФ. Все мои усилия будут направлены на то, что статус депутата Чебоксарского городского собрания должен быть высоким. И только совместными усилиями мы сможем достичь этого учения. В первую очередь, наша задача – улучшение качества жизни наших горожан, ну и благоустройства нашего города. Бюро республиканского отделения КПРФ, ну, зная, что выборы – это всегда альтернатива, выдвинуло также и мою кандидатуру. Но, как правильно отметил господин Козин, что выборы – они тайные. Поэтому, ну, пожелаем всем удачи. По регламенту глава города выбирается тайным голосованием. По итогам тайного голосования главой города избран Леонид Черкесов. При подсчете голоса распределились следующим образом. Черкесов Леонид Ильич – 35 голосов. Шурчанов Алексей Валентинович – 3 голоса. Таким образом, избранным главой города Чебоксары, председателем Чебоксарского городского собрания депутатов считается Черкесов Леонид Ильич. Вступая в должность главой города Чебоксары, клянусь верно служить народу, приложить все усилия для развития и процветания родного города, повышения качества жизни горожан. Согласно регламенту, глава администрации Алексей Ладыков сложил свои полномочия. Исполнять обязанности сети-менеджера будет один из заместителей. Нового главу администрации выберет конкурсная комиссия, которую создали на собрании депутатов. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика. Вновь избранных депутатов поздравили в торжественной обстановке. Народные избранники прошлого и нынешнего созывов собрались на праздничном вечере в столичной филармонии. Чебоксары сейчас объединяют нас, Оставят свой след в наших сердцах. В этот вечер все песни посвящали только Чебоксарам. За пять прошедших лет в городе произошло немало интересных событий. Их страницы перелистали вновь на сцене филармонии. Столица Республики провела командный чемпионат Европы по легкой атлетике. А годом ранее и международный форум «Россия – спортивная держава». Чебоксары заявили о себе на весь мир. Народные избранники успешно решали социальные проблемы горожан. Глава региона Михаил Игнатьев отметил, что итоги выборов доказали, что горожане поддерживают нынешний курс развития столицы Республики. «Хочу поздравить всех тех депутатов, которые сегодня избран в новый состав. Хочется поблагодарить всех тех, кто на самом деле оказал им доверие. Самая главная задача наша в том, чтобы искать варианты разрешения всех тех проблем, которые есть в каждом микрорайоне, в каждом многоквартирном жилом доме, в каждой улице. И вопросы есть у ветеранов, вопросы есть у молодежи, вопросы есть у детишек». Глава Республики попросил не забывать об обещаниях, которые депутаты дали избирателям во время выборов. У муниципальных властей уже есть своя программа развития города. К примеру, за три года в Чебоксарах планируют завершить благоустройство всех дворовых территорий. «Должны построить фоки, достроить садики, построить школы и дороги, построить новые микрорайоны и создать новые рабочие места. Все это мы должны сделать вместе. И уверен, у нас это получится. Потому что мы, чебоксарцы, живем в городе Побед, а команда наша – команда победителей». Все те наказы, которые собрали наши кандидаты в депутаты и уже действующие сегодняшние депутаты, они обязательно будут структурированы и в ближайшее время выполняются. Но слова благодарности в этот вечер звучали не только в адрес депутатов. В филармонию пригласили общественных лидеров, работников предприятий, учителей и спортсменов. Церемония награждения затянулась более чем на полчаса. Лучшим из лучших вручили благодарности, дипломы и звания заслуженных работников. Галина Титарчук, Дмитрий Ковалев, Олег Якимов. Республика. Чувашская литература пополнилась новым изданием. Поэтесса Лидия Филиппова выпустила в свет новый сборник стихотворений на русском и чувашском языках под названием «Пульсация». Издание нового сборника стихотворений совпало еще с одной датой. Ровно 25 лет назад Лидия всерьез увлеклась поэзией. Стихотворение – это не просто любовная лирика, не просто лирика, это у меня гражданская лирика, потому что я работаю все-таки в парламентском издании, газете «Республика». Поэтому что происходит у нас в обществе, в политике что происходит, выполняются ли законы, и вообще тематика дружбы, любви – все это есть, все это и есть. Как отмечает автор, «Пульсация» – это некоторый итог. Здесь собрано стихотворение на русском и чувашском языках, написанное за последние два года. В ближайшее время сборник появится в сельских библиотеках. Кстати, на многие стихи Лидии Филипповой написаны песни. В моем репертуаре очень много песни, которые слова написала именно Лидия Ивановна. Я очень горжусь, почему? Потому что на самом деле с таким человеком я встретилась, познакомилась. Анастасия Лангина, Олег Якимов, «Республика». Сегодня ушла из жизни заслуженная артистка Чувашской республики Ольга Почалкина. Она играла в Театре юного зрителя. В мае этого года актрисе исполнился 41 год. Одна из самых ярких актрис нашей республики родилась в деревне Балабаш-Нурусово Батревского района. Вся ее жизнь неразрывно была связана с театром. Роль Маши Балагуевой в спектакле «Эй, ты, здравствуй» была первой работой актрисы и сразу раскрыла ее большие творческие возможности. Высокая требовательность к себе и постоянный творческий поиск выдвинули Ольгу Почалкину в число ведущих мастеров сцены. С появлением Ольги в труппе Тюза возродилась редкая в детских театрах на сегодня актерская амплуа – «Травести» – детские роли в исполнении актрис. Юным и взрослым зрителям полюбился ее образ Золушки из одноименной сказки. Малыша из постановки «Малыши Карлсон», Пети из «Когда поют светофоры». Но одной из самых ярких работ актрисы в этом амплуа – «Мальчик Олеши» из спектакля «Горе с запахом ромашки». Именно за него Ольга Почалкина получила лучшую женскую роль на республиканском конкурсе театрального искусства «Узорчатый занавес». За 20 сезонов талантливой актрисой было создано около 60 ролей в спектаклях классического, современного и национального репертуара. Последней работой актрисы стала роль Зои в спектакле «Покажите мне весну». Ольга Почалкина ушла на 42-м году жизни после тяжелой болезни, вопреки которой до последнего выходила к зрителям и с неизменным успехом играла свои роли. Прощание с актрисой состоится завтра, 29 сентября в 14.00 по адресу Гражданская, 19. Глава Чувашия Михаил Игнатьев проинспектировал работу многофункционального ледового дворца Чебоксара-арена. Сегодня ледовый дворец полностью загружен. Он работает ежедневно с 7 утра до полуночи. Здесь проходят тренировки новочебоксарской команды «Сокол». Фигуристов лед арендуют различные хоккейные клубы. По субботам и воскресеньям проводятся сеансы массового катания для горожан. Глава Чувашия посмотрел проходившую здесь тренировку хоккейной команды «Сокол» побеседовал с хоккеистами. Они поблагодарили Михаила Игнатьева за созданные прекрасные условия. На старте вся страна. Жители всех российских регионов объединил спортивный праздник «Роснации». Чебоксарцы тоже проголосовали за здоровый образ жизни. Любители и профессионалы собрались на набережной столичного залива. Именно здесь вот уже 12-й год подряд прокладывают маршрут всероссийского дня бега. С его участниками познакомился и мой коллега Дмитрий Ковалев. Любители бега начали собираться на певческом поле задолго до официального старта «Кросса нации». Для многих он стал и семейным праздником. Супруги Егорова из Чебоксар впервые пришли сюда вместе со своей дочкой. Плугодовалая Даша стала полноправным участником «Кросса». Ей тоже выдали нагрудный номерок. Приучаем сразу ребенка с детства к спорту чтобы бегал чтобы на лыжи вставал также пойдем на лыжи в России. Количество участников «Кросса нации» увеличивается с каждым годом. Это еще раз доказывает что Чувашию не зря называют одним из самых спортивных регионов страны отметил глава республики Михаил Игнатьев. Республика ежегодно по количеству любящих физической культуры и спорт в удельном весе лидирует среди регионов Российской Федерации. Поэтому я благодарен всем тем кто неравнодушно относится к самому себе и к спорту. Чувашский народ издревле любил данный вид спорта. Королеву спорта. Потому что это самый доступный вид спорта. По традиции первыми на старт выходят школьники и студенты на певческое поле. Многие приехали целыми командами. Уже спустя 15 минут колонна любителей бега растянулась по всему Чебоксарскому заливу. Все участники кросса преодолевали дистанцию в 4 километра. От молодых не отставали ветераны спорта. Каждый год в этих массовых стартах участвует 80-летний легкоатлет Николай Тихонов. Я оба Чебоксары бегал километров 20 в эти годы студенческие годы. Это был в 57-58 60-е годы. И риск журнала Ялам около кинотеатра Родина Свою дистанцию преодолели и почетные гости. Участниками звездного забега стали члены кабинета министров, руководители столицы республики и олимпийские чемпионы. Настроение сегодня праздничное, спортивное, погода прекрасная, столько народу вышло. Все рады, все здоровые, и папы, мамы, дети в колясках пришли. Я рад за них, я горд за них, я благодарен всем им. Кросснации прошел во всех муниципалитетах республики, всего в Чувашии на массовые старты вышли более 50 тысяч человек. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, республика. В Чебоксарах прошли первые игры Кубка России по баскетболу среди мужчин. Среди основных участников команда Чебоксарские ястребы. Кто противостоял нашим баскетболистам и кому достался Кубок России, расскажет Екатерина Абрамова. В спортивном комплексе ЧГПУ вновь толпы поклонников Чебоксарских ястребов и, конечно же, сами виновники торжества, которые продолжают радовать болельщиков. В течение трех дней на домашней площадке нашим ребятам предстояло встретиться с казанским Униксом, ярославским Буревестником и командой Тамбов. Соперника из республики Татарстан обыграть на удивление оказалось не так уж и сложно. Просто команда Уникс, она не в полном составе, к сожалению, приехала. Основные ведущие игроки, они уехали с основной командой в Турцию, но все равно, я думал, они дадут наибольший бой, но, видать, наша публика на них воздействует и мастерство наших игроков, так как все-таки первая игра в домашних условиях все то, что они достойно попали в команду Чебоксарских ястребов. Первая встреча завершилась со счетом 78-44 в пользу хозяев площадки. Далее более серьезный соперник Буревестник, но ястребам удалось взлететь и выше этой птицы. По завершении четвертого периода на табло 87-55 наша команда на первой строчке турнирной таблицы. Надеюсь, что мы действительно покажем ту достойную игру, которую от нас ждут зрители. Игра показывает, что на сегодня нам удалось создать команду ту, которая побеждает. Не испугали чебоксарских ястребов и игроки из Тамбова. После всех встреч первого этапа на счету наших ребят три победы из трех. Стопроцентный результат безусловно открывает двери чебоксарской команде в одну 16-ю финала Кубка России по баскетболу. Екатерина Абрамова Игорь Зверев Республика Не знаете, где провести вечер? Тогда вам в цирк. У жителей Чувашии появилась возможность вернуть себе яркие воспоминания детства и подарить новые ощущения своим детям. На представление Золотого дракона побывала наша съемочная группа. Я передаю слово Юлии Иважениной и прощаюсь с вами. Цирк, цирк, цирк Персидские леопарды Собаки-великаны Медведи Пантера Шетленские пони Обесьяны Эквилибристы И легендарный Клоун Чубчик Который не даст вам скучать в перерывах между захватывающими выступлениями мастеров арены Впервые в Чебоксарах В центре города на Нижней парковке у торгового центра Каскад Сити раскинул свой шатер Новосибирский цирк Золотой дракон Все три часа, что длится представление пролетают просто на одном дыхании Наша программа шла в золотую пятерку России Поэтому у нас единственный в России цирк, который заявляет Если вам не понравилось наше представление мы вернем деньги Потому что за нашу работу мы отвечаем Это очень сильная насыщенная программа которая дарит людям эмоции ни на год ни на два Они вспоминают нас через пять через десять лет Это уникальнейшая программа которую мы советуем посетить всем от маленького до большого Золотой дракон разрушает стереотип о том, что животных мучают в цирке Здесь на них смотреться одно удовольствие Четвероногие артисты выглядят ухоженными и сытыми Ведь дрессировщики холят и лелеют своих любимцев Наше животное это лицо нашего цирка И как оно будет выглядеть соответственно такое мнение о нашем цирке сложится у зрителя у нашего В нашем цирке нету пыли в глаза В нашем цирке царит его величество трюк И это самое главное Мы за это боремся боремся за качество программы боремся за своего зрителя Самый опасный и пожалуй один из самых зрелищных номеров программы аттракцион колесо смелости Головокружительный во всех смыслах этого слова номер который вызывает выброс адреналина в кровь как у артистов так и у зрителей Это один из самых экстремальных цирковых трюков которые акробаты выполняют без страховки Мне эта цирка очень понравилась от этого цирка очень хорошие эмоции прямо хочется улыбаться все время Мне понравилось леопарды мне понравились очень сильно и еще как жонглировали А потом еще когда леопард прыгал через гладнящее кольцо Силовые трюки эквилибристика и номера с участием четвероногих звезд требуют долгой упорной тренировки Мастера цирка Золотой дракон выполняют их с невероятной ловкостью и это неудивительно ведь они циркачи во втором, третьем и четвертом поколении Заслуженные артисты России, Кореи, Европы и Африки перевернут понимание о реальности циркового искусства Возможность увидеть воочию тех кому руку плескали в Париже, Монте-Карло и Риме у жителей столицы Чуваша есть до 18 октября Кстати, те кого пугает приближение холодов могут быть спокойны В этом цирке замерзнуть точно не получится шатер отапливается Телефон для справок 37 04 50 Мы будем Субтитры создавал DimaTorzok